Окунаюсь в атмосферу, царящую у цирка Шапито Торнадо, сразу понимаешь, сегодня тут аншлаг. Люди приходят целыми семьями, ведь цирк – одно из тех развлечений, что долгое время были недоступны из-за пандемии. Лучшие места у арены по традиции достаются воспитанникам социальных учреждений, причём совершенно бесплатно. Детки у нас особенные, поэтому, конечно, в предвкушении. Некоторые опасаются, но мы же их социализируем, мы же их вводим в общество. Поэтому данное мероприятие для нас, конечно, несёт очень большое значение. Буквально несколько мгновений – и вот она, сказка на льду. Артисты ледового шоу, в прошлом профессиональные фигуристы, теперь совмещают спортивное мастерство с цирковым искусством. Евгений Москалёв и его партнёрша Дарья Тарасова – не только артисты ледовой труппы, но и её художественные руководители. Признаются, что готовить зрелищные номера для программы – работа трудоёмкая. Но всё компенсируют восторженные аплодисменты зрителей. Программу на льду мы готовили приблизительно где-то полтора месяца. Снимали специально для этого помещения, в котором арендовали лёд, репетировали, готовили номера. Занимались с постановщиком, с человеком, который нам ставил танцы, хореографию, оттачивали трюки. Прекрасный зритель, почти после каждого номера слышали – браво! Очень приятно, это всегда прям мотивирует и заряжает, и хочется ещё и ещё и ещё больше работать. Пожалуй, единственный артист труппы, кто всё же променял коньки на валенки – это клоун Шурик. Но это своеобразная изюминка его выступления. Во-первых, в них Шурик выглядит ещё забавнее. А во-вторых, так клоуну удобнее работать с публикой. В каком-то смысле ребятам проще. Они вышли, свои откатали, но им надо репетировать. А меня как вот репетируешь? У меня только в работе со зрителем. То есть вы интровизируете? Ну да, это 60% работы артиста в любом жанре – это импровизация. Мы же не роботы. А эти артисты – прямое доказательство, что цирк – дело семейное. Алексей и Анастасия Лакеевы – самые юные участники труппы. Свои 10 и 12 лет ребята по мастерству не уступают родителям. Работая под самым куполом, Алексей и Анастасия, конечно, иногда побаиваются. Но поддержка зрителей и папы, которые работают с ребятами на одной сцене – главная мотивация отработать номер на ура. Да, я волнуюсь за нее, чтобы у нее все получилось. Особенно если у меня не получается, то у нее тоже, может, не получилось. Я волнуюсь за нее, чтобы она не испугалась того, что у меня не получилось. То есть вы зависите друг от друга, можно сказать? Да. Самое тяжелое в этом номере, по мнению главы семейства, – это найти взаимопонимание. И обучая детей цирковому искусству, главное – верить в них и передать эту уверенность им самим. Мы работаем над этим два года. Номер вроде бы совсем небольшой, но два года на это положили. Сложно, особенно когда ты работаешь со своими детьми, со своей супругой я работаю. Все это, какие-то нюансы, они всегда откладываются потом, отпечатываются на твоих семейных взаимоотношениях. И это, конечно, самое сложное. В Черкесск Шапито приезжает уже в третий раз. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в работу цирка. Поэтому труппа с нетерпением ждала возвращения на арену, чтобы дарить бурю эмоций жителям и гостям Черкеска. Мне очень понравилось. Здесь было классно, весело и интересно. Цирк Транада лучший. Очень понравилось, очень красиво. Все очень умело выступает. Нам очень понравилось. Дети в восторге. А вам лично какой номер больше всего понравился? Где она на коньках голубей выпускала? Больше с голубями. А нам клоун Саша понравился. Тяжелая работа над постановкой номера всегда возмещается улыбками взрослых зрителей и восторгом. в детских глазах. Торнадо даст еще три представления в Черкесске с 28 по 30 мая включительно. Билеты можно приобрести в кассе цирка. Алина Гидиева, Роман Нагаев, Архиз, 24.